Привет! Давайте делать ставки и прогнозы, когда российское народонаселение начнет догадываться, что разочарования у них только начинаются. Они разочаровались в Казахстане, они разочаровались в G20, они рано или поздно разочаруются и в своем этом недоцаре. Потому что недоцарь тут сделал случайное. Да, Владимир Путин проговорился, он сделал признание, что его политика ведет Россию куда правильно, в яму. То, что произошло, называется украинская ловушка. И кто же в эту украинскую ловушку затянул Рашу? В попытках ограничить наш суверенитет технологически и помешать нашему развитию. И тогда говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги для того, чтобы обеспечить свой суверенитет технологический. И я должен сказать, что, ну, во-первых, наши прогнозы подтвердились. Все, как вот говорили, вот будет вот так, вот так все и произошло. А что произошло, и если хороший исход? В общем, хорошего исхода нет. Хорошего исхода для них, я, честно говоря, не очень вижу. Попахивает предательством? Зрадой по-нашему. Так куда же Путин затянул Рашу? Нас провоцировали еще этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России. Многие помнят 24 февраля 2022 года, где Владимир Путин, сидя в своем бункере, он рассказывал, что ему не нравится декоммунизация и Украина. И вообще, он себя немножечко чувствует Петром Первым, только пониже и на каблуках. И поэтому он начал, как они это называют, специальная военная операция. Ну, мы помним. Три дня и парад. И мы зачастую уже не понимаем, где мы, что мы, о чем мы, ко всему привыкаем. И полтора года уже, как идет война, Владимира Мудазова, он же Владимир Рудольфович, самое время отправить в российское гестапо. Что это он против недоцаря встал? Какая война? Специальная военная операция. Так называют у вас российское полномасштабное вторжение. Если вы согласны, что Мудазова пора отправлять на подвал, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Что-то как-то они, видите, вздыхают. Сам недоцарь говорит, что спровоцировали его. Что он, получается, не мог предусмотреть, чем это все может для Раши, для Российской Федерации. Тогда казалось, что она не 100% нацистская. Ну, время само все расставило на свои места. Так вот, кто же это все сделал? Соединенные Штаты не заинтересованы в тотальной победе Украины. Нынешнее положение дела их вполне устраивает. Тратят немного, теперь уже даже меньше Евросоюза, судя по заявленным цифрам. А результат для них, как они уже неоднократно заявляли, годный ослабляется Россия. А мы даже не стреляем, недавно сказали, в Конгрессе. И кто же это все сделал? К такому результату и многотысячным жертвам привела политика Владимира Путина. Ну, и вот эти певцы кровавого режима. Оля Скобеева сейчас перезаряжает батареи на массаже, но она тоже ответственна. И вся вот эта пропагандистская сфора. На каком-то этапе, когда Владимир Путин задастся вопросом, а кто же виноват в том, что я попал в такую ситуацию, которая называется Цуцванг. Как ни поступи, всегда плохо. Значит, сейчас вот они перебрасывают войска Подработина, усиливают, перекидывают резервы. Но оно же все равно где-то порвется. И вот американцы, получается, переиграли Владимира Путина и всю российскую комарилью. Потому что они покусились на свое. Вообще у них там на болотах сейчас главная тема, что американцы сливают Украину. И мы эти разговоры слышим неоднократно. Даже заставили эти бредни говорить им полковника Ходоренко. Да, он будет наказан за то, что подыгрывают так ярко российской пропаганде. Но только после мудрости, конечно. Так вот, что это значит на самом-то деле? Что все зависит от воли Соединенных Штатов. Вот они не поставят нам боеприпасы, и тогда Россия победит. Но они как-то странно сливают. Вот Блинкин приезжал, боеприпасов привез. Совсем недавно начали подготавливать пилотов для F-16. И как-то складывается ощущение, что ставка эта не сыграет. И будет большое разочарование россиян. Не только в G-20, но и в Казахстане. И вообще, потом они будут говорить, Байден нас обманул. Хотя они же об этом уже говорят. Но про Казахстан это же прикольно. Это прикольно, потому что это последствия российского вторжения, где российских граждан гонят с саными тряпками не только из западных стран, но и наших друзей из Казахстана. Это богом поцелованная земля. Я бы просто так там не родился. Всем доброго, удачного дня. Хочу обратиться ко всем россиянам. Я сам участник СВО. Неоднократно был с 2014 года. По этот год воевал. Неоднократно был ранен. Сегодня хотел проехать в Казахстан. У меня на машине, на заднем плане, видите, да? Сейчас покажу. Вон, наклейка. Есть. Поддержим наших. Когда я приехал на границу Казахстана, меня не пускают туда. Заставляют сдирать эту наклейку. И говорят, что у них эти наклейки запрещены. Понять я не могу, к чему мы пришли, к чему мы приехали. Сдирать я ее не стал. Я просто развернулся и уехал назад. Это же хороший вопрос. К чему Россия пришла спустя полутора лет войны? К чему? Что получается? Нашу Россию нас везде гнобят, а мы смотрим всем за... и молчим. Почему нас должны гнобить, а мы должны сидеть и смотреть на это все? Российский патриот не может понять, а что же происходит? Ну а мы ему сейчас подскажем. Российская Федерация отправляется в раскишность. Что это такое? Пишите в комментариях. Потому что люди с вот такой вот челюстью могут и не знать. И чтобы как-то совладать со своей ненавистью, они предлагают на все казахские машины наклеивать фашистскую свастику Z и V. Ну те, которые въезжают на территорию России. Однако проблема в чем? Проблема в том, что Казахстан вообще-то по документам член ОДКБ и ближайший военный союзник России. И экономически тоже. Но вот эти вот Z, V, O и другие другие фашистские современные символы там запрещены. И самое-то главное, это же даже не клеют сами россияне. Но российский вот этот индивидуум, омственно отсталый, которому, кстати, из раскишницы его мамы лучше не появляться было бы вообще, возмущается, почему Рашу гонят отовсюду. Я им еще не сказал, что я участник СВО. Если бы я сказал, что я участник СВО, мне бы, наверное, и руки ласку скрутили, увезли бы, продали бы в Украине. И продажа предполагает оплату этих услуг. Но за такого Украина платить не будет. С большой вероятностью его бы просто передали на обмен. За что нашим казахским друзьям спасибо. На самом-то деле, позиция казахстанцев и казахов, она абсолютно понятна. Что вот эти вот негодяи, типа вот этого, им же по большому-то счету все равно кого убивать. Украинцев, белорусов, казахов. Ведь в случае чего, и такие поползновения, они уже давно отмечаются, казахов объявят б***ю фашистами и попробуют грабить, убивать. А вот эти российские глубинные массы, практически калийные, да, народные, они задаются вопросом, что происходит? А почему они так нервничают? Потому что они задаются вопросом, почему в нас стреляют? Мы просто пришли убивать других людей, а начали убивать нас. И презирать начали. Потому что в Казахстане таких вот товарищей пока не отстреливают. Таких товарищей. Но кто сказал, что так будет постоянно? Судя по всему, руки чешутся у всех. Почему? Потому что они себя ведут, как российское быдло. А если они себя так ведут, возможно, они и есть это быдло. Значит, разочарование не приходит одно. Значит, Путин признается в своих грехах. Это хорошо, но мало. Разочаровались они в Казахстане и в международных организациях. Большая двадцатка разочаровались. Ну, это многократно я все обсуждал, все очевидно. Я тут что хочу сказать? Я жду, когда мы разочаруемся и во многих других организациях международных. Большая двадцатка недавно возникла с претензиями на какое-то мировое правительство, поскольку там не получается американцам быть главными, постоянно всем все навязывать. Ну, вот, значит, Россия и Китай постепенно от нее отходят осторожными шагами, что правильно. А в каких организациях мы не разочаровались? У меня вопрос. Меня забавляет, что российские говорящие пропаганды, пока еще говорящие, отказ СИ поехать на АДЖ-20 воспринимают как факт поддержки Российской Федерации. Слушайте, у СИ своя жизнь, своя программа, и, да, и великий Китай до Урала включительно. Но СИ хочет едет, хочет нет. А Владимир-то Путин, он же, он просто не выездной. Он сидит в Раше и делает вид, что анализирует, почему его обманул Байден. Байден действительно хорош. Необычно, мягко скажем, Байден прилетел. Давайте посмотрим. Он, как всегда, хорош. Как это надо было старого чекиста обвести вокруг пальца. И вот они думают, ну, надо же как-то объяснить. То есть, Путин попробовал все объяснить еврейством Зеленского. Хотя национальное происхождение в нашей стране никогда не являлось каким-то критерием. Мы все здесь украинцы, граждане Украины. Это большая страна. Главное, нас объединяет любовь к этой земле и к этой стране, за которую мы что делаем, россияне уже знают, убиваем. Так вот, значит, заговор. Путин попытался раскрыть заговор. нам назначили земленского, мировое правительство, Запад и так далее. Есть и другие поползновения, чтобы эту тему развивать, чтобы объяснить, что наш президент, но имеется ввиду Российской Федерации, не полный критерий. В общем, конфигурация мира, конечно, меняется стремительно. Теперь по поводу наглого поведения украинских властей. По отношению к властям Германии и даже Соединенных Штатов Америки. Объясняется очень просто. Российские нацисты все хотят нас научить хорошим манерам, как нам добывать оружие и боеприпасы. Вы, ребята, определитесь, вы же сами только что заявили, что Байден мог бы дать нам больше оружия. И насчет того, что Байден нас сливает, вы же видели это сообщение? Опять начали циркулировать новости о том, что Джозеф сидит сейчас в Индии и думает, но пора принимать решение и все-таки предоставить Украине ракеты Атакамс. Ну, чтобы все российские аргументы о том, что Украину сливают, заиграли вот такой стопроцентной российской экспертностью. Мы ведем себя нагло, требуем оружия и боеприпасы себе. Мы на войне, а раз так, мы можем позволить себе все, что угодно. Тем более США и так в профите. Попов же врать не будет. На самом деле против нас сейчас ведет борьбу не столько конкретные государства, сколько глобальные элиты, претендующие на глобальную власть. Теории заговора мировое правительство без евреев здесь, конечно же, не обошлось. Ну, Путин же врать не будет. Нужно будет прокомментировать этот вопрос у создателя украинских дронов Heavy Shot Павла Фельдблюма. Нет, он организатор, создатель там другие ребята, их фамилии пока засекречены. И нет, они не еврейские. Так вот, в таких ситуациях Паша, создавая условия для того, чтобы этих дронов было много, всегда говорит, что мы, евреи, факт мирового правительства никогда не опровергаем, но и не подтверждаем. И эта неопределенность заставляет россиян нервничать и думать, кто же нас так подставил. Все намного проще, россияне, еще раз, просто ваш президент он слишком долго сидел в бункере, его не проветривали, а Владимир Мудрин и Оля Скобеева зализывали ему мозг, и он утратил способность критически мыслить. создал какую-то, я не знаю, там, бульбашку. Каждый, кто не знает, что такое бульбашка, гуглит и пишет в комментариях перевод этого слова, и в рамках этой бульбашки делаются безумные выводы. Ну, а война продолжается по-настоящему, потому что президент России, откройте. И они делают ставку сейчас в качестве главного на Зеленского, точнее, на его администрацию. Поэтому они себя так ведут. И вот эти вынуждены склонять голову перед этим актеришкой, комиком, кровавым комиком, потому что такова воля их хозяев, общих хозяев. Хозяев-то кто? То есть глобальные элиты. Это кто? Глобальный транснациональный корпорат. Это же люди, компании. Конечно, которые контролируют до 70-80% мировых ресурсов. Так же финансовых. Вот это те семьи. И все они слушаются Владимира Зеленского. Русиш, сдавайся. Вас ждет Яйка, Малека, программа «Хочу жить», «Красный крест», возможность позвонить своей и передать, что ты жив и здоров. У вас, товарищи россияне, никаких шансов нет. Еще раз. История о том, что кто-то сливает Украину, она такая смешная. Особенно, если учесть, что вот этот же продукт российский пропагандистский, он в первую очередь для внутренних вот этих вот биомасс. Это не экспортная история, потому что на такое клюнуть могут только, ну, да, там, где стучишь и ты понимаешь, что внутри пустота. Украина рулит, это уже осознали. Пока еще агрессивные наши российские соседи, они с соседями останутся, не факт, может быть, с Москвой будем граничить, но агрессивную спесь смерть с них собьем. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон, все как обычно, все как обычно и понятно. Украина была, е и будет. А тот, кто против, будет иметь дело с залуженным и мировым закулисьем, которое поставляет нам F-16. Кстати, надо приклеить обои. Что-то я А-10 тут прицепил. Тоже устаревшая модель. Есть новые технологии уничтожения российских захватчиков. До встречи.